Девушки отдыхают В таком смысле вербальном И на футболках И так далее От автора фразы Черные дыры не сосут Сергей Борисович был у нас в гостях В науке 2.0 И однажды Не в выступлении как называется В беседе В танце Объяснял нам общее заблуждение Идиотического характера Относить того что Вот сейчас с большим адроном коллайд Разыграем эту сценку Так Попов с нами И что мы будем разыгрывать При нем его будем изображать Что за глупость Попов скажет нам Слушай Мы нормально Радионизировали Ну экранизировали это не наш Радионизировали Великий Атруев Конечно Ну хорошо Тогда ты будешь мной А я буду Поповым И я спрашиваю Попова Типа Сергей Ну вот сейчас запустили Большой адронный коллайдер Говоришь ты И там образовываются черные дыры И они же засосут нас Давай Я Попов Давай сижу Толя Они же нас засосут Может не поедем к ним Дурак Я Толя То есть ты А я Попов Ты Попов Я Я Попов Я Толя Я Толя Вот сейчас в адронном коллайдере Там образуются черные дыры Черт возьми Они же нас засосут Паника А Да Вот так я говорю А я всегда и Попов Слушайте вы Говорю Ну вы что Ну что за бред вы несете Черт вас раздери Вообще на тысячу частей Черные дыры Как бы вам сказать Черные дыры Не сосут Профилактика На маяке Это только одна просто цитата Из Попова У меня еще семь Чуть Нобелевскую премию Не дали Нет ну потому что Нет разницы давления Продолжил Сергей И так далее Поэтому вот именно Эффекта сосания Или засасывания Нас в черную Нету его Поэтому это глупость Мы сделали даже футболку А что же тогда делают Черные дыры Притягивают Мы берем что-нибудь Кидаем Земля же Мы не говорим Земля присосала Я подскользнулся И меня тротуар присосал Причем прямого Бум Ну вот и черные дыры Тоже Так не делают Ну то есть Хорошо Хорошо Я тогда Сейчас опять Как Анатолий Кузьев Ты наверное Следующий вопрос Задал Но все равно Черные дыры же В коллайдере образуются Они нас притянут Я сказал что мы сделаем Такие футболки Все что я сказал А логичный вопрос был Что черные дыры Ладно не засосут Но притянут И конец света будет Все равно нет И Объяснить это По прежнему Достаточно легко Сейчас еще проще Уже Никуда не притянули Ну еще не все Еще не вечер Ну тем не менее Уже сколько он работал Просто Частицы С такой энергией Как на коллайдере Они в космосе Летают постоянно Летают частицы С гораздо большими энергиями И мы видим Что ничего страшного Не происходит То есть Землю 5 миллиардов лет Почти Обстреливают Такие частицы И все покажи Под бомбардировкой Я сегодня Нашел одну Ну не знаю Новость Это не новость Может быть Сергей Сопровергнет Высокий статус новости Вот этого сообщения Но звучит тем не менее Оно сообщение так Британские студенты Смоделировали полет Со скоростью света Не слышали это еще? Нет Это свеженькая Сегодняшняя история В общем они смоделировали Каким-то образом На компьютере И выяснилось Что полет со скоростью света Выглядит не так Как показывают В блокбастерах Фантастические Ну когда все наплывает Очень резко И свет звезды Превращается вытянутой полоской Такой сверкающей Все не так И они прям даже описали Как это выглядит Но если Сергей не знает Просто мы не будем Это обсуждать А вы знаете Как выглядит полет со скоростью света Чистоте эпически У меня же знание ограничено Фильмом космобольца Когда они газовную скорость Включают и все Говорят, что это будет Выглядеть как эффект Доплера Ну Доплевский эффект у всего Даже у машины Милиции Которая у тебя проезжает И изменение звука Вот этой сирены Это и есть эффект Доплера Я не знаю как выглядит машина Меня проезжает Потому что я все время От них убегаю Не выглядит Звук ты же слышишь Почему думаешь Она едет Вот так Не меняется Это эффект Доплера Извините Если я упустил Низь нашего интервью По-моему мы рассказали Про главную цитату Сергея Попова Но так и не представили Его с полным Разве? Да То есть почему Сергей вдруг Вроде бы про кулинарию Пришел говорить А тут ему вопросы Про черные дыры Мы вот никаких Ну давай представь Как следует Сергея Попова Старший научный сотрудник Государственного астрономического института Имени Штернберга Астрофизик Проще говоря Доктор физика математических наук Да Вот Даже ведущий уже Но не важно Что ведущий? Сотрудник А ведущий сотрудник института Да Но самое главное На мой взгляд Ну по крайней мере В контексте нашей программы Довольно популярной То что Сергей Борисович Он популяризатор науки Это важно Это важно Это очень интересно И насколько я понимаю Ваша задача Сергея Это находить какие-то Понятные Образы Для объяснения Сложных процессов В идеале да На самом деле Находить новые Какие-то образы Достаточно тяжело Я думаю Люди их по пальцам Могут пересчитать А вот Вы помните У нас был с вами Такая была идея С Сергеем Сергей был в прошлый раз Когда у нас на науке 2.0 Это было в прошлом году Весной по-моему И мы И мы договорились так Что давайте Слушайте А что есть нам сделать С Поповым В следующей науке Типа Доступно О теории струн И мы договорились Что мы очень это сделаем А потом Сергей Позвонил И сказал Нет ребят Знаете В рамках вашей программы То есть в час Не уложусь И настолько доступно Чтобы это поняли вы Хотя бы Тоже не получится А почему Там в чем загвоздка Там есть какие-то Непонятные Бытовым разумом Бытовой логикой Все-таки попробовал Рискнуть Не объяснение самой теории А проблема ее объяснения Нет Загвоздка не там А здесь Попов показывает На свою голову То есть на самом деле Все-таки Чтобы объяснять просто Нужно Достаточно Глубоко знать И как правило Чем проще надо объяснить Тем глубже надо знать И просто Это не моя область И я понял Что я не смогу Так чтобы я Был уверен В том что То что я говорю Это действительно правда В простых терминах Это изложить То есть все уперлось В то что Я действительно Сознал что я Недостаточно хорошо Это понимаю И поэтому А в Википедии Достаточно небольшая статья На эту тему Кстати Вы не могли просто прочитать Давайте я вам Ну да Это не спортивное поведение Зачем звать Меня зачитывать Статья в Википедии Ну согласен Хорошо Друзья Давайте все-таки Коля Сергей Астрофизик Давайте если вы не против Поговорим про астрофизику Наш самый любимый Вот знаете Как артистам Всегда задают Ваши творческие планы А вот когда ученому Сдаешь про передний край науки Во-первых Тебе гарантированно Пять минут Интереснейшего рассказа А во-вторых Очень так сказать Явно актуальщины Такой хороший Самый свежак горячий Что сейчас Самое главное В астрофизике Ну Есть люди Которые уже Начинают Трестись При ответе На этот вопрос Потому что Ответ все равно По-прежнему Таков Что самое главное В астрофизике Сейчас Это экзопланеты И Внегалактическая Астрономия Космология Внегалактическая Что-то меняется Вообще Не понимаю Сколько можно Меняется На самом деле Меняется Но все-таки Не на масштабе лет А на масштабе Скажем там Десяти лет Пятнадцать Вот десять Пятнадцать лет назад Был бы другой ответ Действительно Что такое экзопланеты Экзопланеты Это очень просто Это планеты Которые крутятся У других звезд Вот у нас Есть солнечная система Планета крутится вокруг Солнца Земля экзопланета Нет Это земля планета Она крутится вокруг Солнца А есть другие звезды Вы ночью выходите Если не было ясно Видите звезды на небе Вот Сейчас мы знаем Что фактически Вокруг каждой из них Есть планеты И вот эти планеты Называются экзопланетами То есть Другие земли В других мирах Понимаешь Это экзопланета Я просто не понял Почему земля Не экзопланета Она потому что Здесь наша Она планета наша Кто такие иностранцы Это те которые Из иных стран А мы иностранцы Мы же тоже в стране живем Ну мы же не англичан Мы иностранцы Я понял С точки зрения Вот С точки зрения Планеты которая вращается Вокруг Там как называется Таукита Да Таукита Мы экзопланета Я понял Ну по крайней мере Сделаем А мы инопланетяне Знаете Какая замечательная Открытка Про то что Инопланетянина захватили А другие инопланетяне Он чувствовал себя Не в своей тарелке Как популяризатор науки Вы должны Сергей понимать И отдавать себе Ну как бы И нам рассказать Вот Интерес к науке Нам удалось Я Нам сейчас не про Не про программу Наука 2.0 Скучительно Понятно что Много наверное На свете Минимум 3 Мы даже канал запустили Специально наука 2.0 В честь нашей программы Названной Вот Интерес к науке У вас есть такое ощущение Что он растет Приходят там мальчишки Не знаю Пытливыми глазами Ну кажется В принципе Что растет То есть К этому есть Все таки Всякие объективные критерии Типа Рост продаж Научно-популярных журналов Или Рост продаж Ну вроде бы Все клянутся Что растут То есть вот Мне кажется Это все для рекламодателей Мы растим Да нет Ну действительно Запустился журнал Наука Фокус И они очень быстро Стали действительно Очень популярными Да И они уж точно росли Потому что Они только появились И посещаемость сайтов Вроде бы тоже растет Таких научно-популярных Ну не какими-то Супер темпами Но Тем не менее И спикеров И райтеров Хватает Всегда не хватает Но это правда Завязано на то Что вот Фрилансерам Никто не готов Платить разумные деньги Но в принципе Ситуация такова Что любое издательство Будет радо Если вы придете И скажете Я написал научно-популярную книжку Хорошую Возьмите ее и напечатайте Вот вам пожмут руку Да Возьмут книжку Но большой гонорар Который там Окупит как-то Расходы на ее создание Вы не получите Но в принципе Интерес есть И там Люди больше ходят На лекции Всякие научно-популярные Они сейчас становятся Все более популярными В Москве А почему Слушайте Вот улучшается Наверное Там гипотеза может быть Такой Что улучшается Качество жизни Люди так сказать Немножечко расслабляются Смотрят вокруг Находят интересующие Их темы Направления И так далее Или у людей Есть Это другая Гипотеза Что у людей Есть ощущение Что на пороге Некой научно-технической Сингулярности Наука Это и есть жизнь наша И скоро вся она Вся наша жизнь Это и будет собственно наука А наука Это и будет жизнью И поэтому люди Неосознанно тянутся Вот туда Ну не знаю Это было бы Мне кажется Слишком идеалистически Как-то Не ну я же говорю Неосознанно Все равно Да Мне кажется нет Ну и Тем более Вот в Москве Это заметно В Москве В среднем Больше Относительная молодежи Такой очень мотивирована Им просто интересно Они вот такие Собрались здесь Им интересно Узнавать что-то новое Вот они узнают То есть все-таки Наука это то Что дает реально новое Наверное Вот в большей степени Люди Наигравшись в какие-то Другие штуки Поняли что вот это новое И поэтому Просто тянутся Именно к такой Достоверной новизне А видимо Это каким-то образом Потому что научно-популярная Литература Ну и не литература Вообще подход Так сказать В советские времена Очень популярный Вот я не знаю Он ли порождал Такое количество Ученых Или совершенно параллельные Процессы И не коррелируют Между собой напрямую Они коррелируют Конечно Другое дело Что они растут Может из какого-то Общего корня Который очень грубо Я бы описал так же Делать больше Было нечего Ну то есть в стране Нет там нормальной Экономики Политики Гуманитарных По большому счету Наук И поэтому Ну куда умный Человек податься Он идет Условно говоря Или в математику Или в шахматы Играть Все Да Поэтому Это единственный Такой выбор Ограниченный человек Хорошо Нет Может быть Как раз К астрофизике Прям Я хотел Я хотел деликатно Усыпить бдительность Сергея Потому что понятно Что о чем Больше нас ведь ненавидит Я думаю Разговаривать Астрофизики О поисках Неземного разума Конечно И его наличии Да ведь? Ну там Никаких новостей Были новости Мы уже знали Поэтому что там говорить Так всегда бывает В фильмах Нет-нет новостей А потом смотришь На тобой такая Над крупными городами мира Висят такие дуры По три километра Поперечен Нет-нет Есть же разные подходы Вот есть подходы У нас Не у нас На разных телеканалах Бывают люди Которые абсолютно точно уверены И чувствуют И знают Что они уже есть А есть наверняка Какой-то научный подход Я не знаю Может быть вы там Просто сидите ночами И смотрите Не раздастся ли морзянка Я не знаю В чем научный поток Поиск этих самых цивилизаций? Одно Надо углубиться в историю Да В 50-60-е годы 70-е Вот тогда действительно Целенаправленно Очень активно искали Интерес возник К поиску внеземного разума По большому счету Когда мы сами начали летать в космос А как искали Чтобы пускали какие-то сигналы Тогда ли бутылку запустили в космос? Нет Ну идея в принципе понятная Искать надо конечно На радиочастоте В первую очередь Радиосигнал Соответственно Большие Чувствительные радиотелескопы Ловят сигналы От каких-то там Выборных близких звезд А той же Таукита Звезд более-менее похожих на Солнце В надежде Что вот они получат сигнал От другой цивилизации При этом Это не обязательно Какой-то осмысленный сигнал Потому что Вот мы сейчас занимаемся С вами посылкой сигналов Другим цивилизациям Потому что радиоволны Они все равно Везде летают И там Что-то попадает В приемники радиослушателей А большая часть Летит наружу То есть по-хорошему Какие-то зеленые люди На Плутоне Возможно послушают Профилактику На Плутоне точно нет Мы и там были Да? Ну конечно Ну хорошо Замеркурия Ну с одной стороны Я вас расширю У вас программ Сколько лет выходит? Ну считай Ну год А с этим Ну пару лет То точно Но все равно Вот Свет успел пройти Два световых года За два года Поэтому Класс То есть наша популярность Возможно придет К нам После смерти Более того Мы можем сейчас Закончить программу А те первые выпуски Будут к Альфа Центавре Лететь еще два года Ну примерно так Да Потому что до Альфа Центавра Четыре стоило Помните у Лема Там Йон Тихий Обгоняет сигнал По Слуму И Поповым В соответствующее время Да Вот так что В принципе Просто можно увидеть Очень странный радиосигнал От каких-то звезд И сообразить Что там есть Телерадиостанция Потому что сами звезды Такой радиосигнал не дают Хотя вы ничего не разобрали Что они говорят Вот понятно Вы крутите ручку приемника Да Вот там что-нибудь Какая-нибудь Японская радиостанция Бубнит Вы не понимаете О чем речь Но вы понимаете Что это радиостанция Да Вот Ну идея была такая Вот люди лет 20 Активно этим занимались И ничего не нашли Вот просто полная ноль То есть совершенно Современный скептицизм В отношении поисков Он основан не на каких-то Там умозаключениях А на том Что люди 20 лет искали И ничего не нашли Только радиосигнал Является критерием Наличия цивилизации Ну в первую очередь Это такое Самое простое Что вы можете придумать Потом люди обсуждали Что более эффективно Посылать сигналы Не в радиодиапазоне А в оптике То есть таким лазерным лучом Там у вас плотность записи Выше Больше информации Соответственно Чуть позже Искали такие сигналы Но все равно Как бы ничего нет И поэтому на мой взгляд Городить какие-то Специальные программы Совершенно бессмысленно Другое дело Что люди активно Снимаются астрофизикой И во всех диапазонах Там от радио до гамма Постоянно осматривают все небо И поэтому Если там есть что-то странное То просто анализируя эти данные Мы рано или поздно Это выделим То есть нет смысла И поэтому Нет смысла Там посылать сигналы Другим цивилизациям Достаточно того Что у нас телевидение и радио работает Ну да Это и есть Постоянный сигнал Это и есть как бы наш сигнал Слушайте А вот скажите Вот есть же наверняка Как бы порог усталости Вот человечество ищет Вы правы Совершенно В 50-е годы Там был вообще Невероятный энтузиазм В 60-е 70-е 80-е Это был дикий энтузиазм Потом люди стали Так Ну потихонечку Переходят в маргинальную область Ищите инопланетя Ну сумасшедший Кратцик Ладно А потом это еще В какую-то область перейдет А потом люди наконец Я предполагаю Через пару десятков лет Признают Что мы одиноки Это же тоже будет результатом Причем результатом Совершенно ошеломляющим Потому что Сейчас мы все-таки Подспудно полагаем Что мы не одиноки Ну кажется Что для такого вывода Нужно все-таки Получить очень много информации И поэтому Ну может быть Если там какие-то Тысячи лет поисков На фоне роста Технических возможностей Ни к чему не приведут То тогда да Но Это все равно Какая-то очень далекая перспектива Там тяжело предсказывать В сколь-нибудь близкие годы Конечно Всегда останется Много разных возможностей Ну например Там цивилизация Где-то возникает Но она не техническая Вот мы издали Не можем Увидеть цивилизацию Фермеров Они нам запах высылают А мы Не понимаем Через космос Ну да То есть максимум Вы сможете Да там метан Найти в спектре планеты Но вы не знаете источник этого метана Там сельскохозяйственное животное На этой планете Или просто Болото какие-нибудь Космическая корова Ну метан Понятно Ну в общем да Есть такие штуки Да Поэтому возможно Мы так сказать Навсегда обречены Блуждать в потемках Поисков друг друга И это тоже одиночество Ну в неком смысле Да Я к тому Чтобы мне хочется понять Вот когда человечество Осознает собственно Одиночество Изменит ли как-то его Ну в глобальном смысле Настроение Представьте Вдруг мы понимаем Здесь наш энтузиазм Этот такой Детсадовский Первоклассический Вдруг он так Растворяется В черный дру Засасывается Вот И вдруг мы понимаем Что мы абсолютно одиноки Делать с этим космосом Что хочешь что ли Ну с одной стороны Люди веками жили с этим У них особенно не возникала мысль Про инопланетян То есть я не думаю Что там Кант думал Про инопланетян Да Он думал про уникальное человечество С которым ты общался Ну да С другой стороны Слабо верится Что все человечество Как-то так осознает Такую абстрактную идею Поэтому Поэтому ничего не изменится Ну по большому счету Я думаю вряд ли что много Хорошо Прервим сейчас на короткие новости А потом вернемся друзья 18 часов 39 минут Московское время Друзья Мы вынуждены прервать Плавное течение нашей беседы С Сергеем Борисовичем Поповым Для срочного сообщения Смотрите Сейчас значит оказывается Наша галактика Млечный путь И туманность Индромеды Сливаются Через каких-то Не знаю 5-7 миллиардов лет Мы что же Столкнемся Ну фактически да Господи Через 4 миллиарда Мы очень близко Пройдем друг от друга Впервые это В этом году Сумели рассчитать Достаточно точно Потому что впервые Померили как Двигается Туманность Индромеды На небе Могли ее полностью Трехмерную скорость Определить Вот через 4 миллиарда Пройдут мимо друг друга Сразу не сольются Но еще через пару миллиардов лет Все это сольется Люди уже придумали Красивое название Милкомеда Милкомеда Да Наша галактика Жемлечный Путь Слушай Это хорошее название Для медицинского центра Так Потом еще добавится Более мелкая галактика Из созвездия Треугольника Да это смешно Так а что нам? А что нам? А у нас Да у нас все хорошо У нас к этому времени Потохнет солнце Поэтому Мне просто ипотека На 5 миллиардов лет Я тебе объясню Я тебе объясню Что нам Вот смотри Это как укропнение регионов Вот сейчас к Москве Присобачили Эту самую Замочную скальку Да Представь себе Что всю Московскую область Присобачили бы И вот ты говоришь Что нам? Укропнение региона Мэром хорошо Жителям пофиг А там в Андромеде Транспортный коллапс Что ли? Тем кто не попал Обидно Вот то же самое С галактиками Я думаю Понимаешь? Жителям пофиг Мэром интересно Хорошо А тем кто снаружи Обидно Вот и все Мне кажется Так оно есть Представьте Вы идете на север Да Там по полярной звезде На присоединении галактик Звезды не сталкиваются Но конечно перемешиваются И вы идете Хопа Смотрите Полярные звезды То есть Небо станет красивее Красивее Насыщенней Как повезет То есть первое время Да Но мелкие детали Траектории Солнца Присчитать трудно Повторюсь Солнце к тому времени Потухнет Но тем не менее Присчитать довольно трудно Вроде бы В среднем у них получается Что Солнце оказывается Дальше от центра Новой большой галактики Чем Мы сейчас От центра нашей Ну хотя мы сейчас тоже На окраине Млечного пути Так что может быть Будет и поменьше Слушайте Зато сколько новых Знаков Зодиака До 5000 До 5000 Когда у тебя Новое небо Абсолютно Так ребят Давайте садиться Переписывать Стрелец Мроник вовна Здесь все проще А у нас стрел Я думаю Перелететь На какую-нибудь Экзопланету В 100 световых годах От нас И картинка на ней Уже сильно поплывет Ну да Для этого не надо Сильно сливать галактики Слушайте Как Астрофизики Вот так легко Жонглируют Массами Я не знаю Которые не то что В голове не укладываются Они не укладываются Мне кажется Во всех головах Жителей планеты Земля Вот А вы так легко Значит Моделируете Перемещение Целой туманности Андромеды И млеченого пути Вот как это происходит В неком смысле Какая разница Я вас уверяю Если вы в новостях Говоря о каком-нибудь бюджете Ошибетесь Вместо триллионов Скажете миллиарды Или наоборот Это будет иметь Совсем меньшее значение Чем если вам Сдачи не дадут На пару тысяч Где-нибудь Это правда Вот Поэтому собственно Числа Не есть числа А что там стоит дальше Дело немножечко вторичное Ну как А вы себя как-то Пытаетесь представить Вот эти масштабы Ну да Это бодрит Это бодрит Мне кажется Это мягко сказано Но все-таки С другой стороны Мне кажется Вот есть такое Специфическое противостояние Особенно у нас в стране Мне кажется Оно более заметно Вот есть астрофизики Которые по образованию Астрофизики Астрономы Они вот учились В МГУ На астрономическом отделении Как правильно Они в каких-нибудь Астрономических кружках были Там многие из них Так очень восторжены К чему-то относились А на самом деле Я бы сказал Почти все Самые суперсильные Группы в стране Астрофизические Комплектованы Выпускниками Физтеха Питерского политеха Там Ну может быть Совсем немножечко Из МИФИ есть люди То есть люди Которые Вообще говоря В детстве Никакое небо не смотрели Они формулы писали Ну так жизнь получилась Что интересная физика Оказалась в астрофизике И у них отношения часто Не всегда конечно Где-то так Средним по больнице Менее Романтическое что ли И вот на одной из конференций Я помню Мы шли После официальной части С коллегой из бара Так было уже часа два ночи Он сказал Сергей А вот расскажи мне Что-нибудь про эти звезды Потому что я-то Вообще не знаю Что вот это такое То есть человек Физик Самый-самый настоящий Никогда не хотел Заниматься астрофизикой Уехал в аспирантуру Так получилось Что поставили в астрофизическую группу Сейчас такой известный специалист Все у него хорошо Так что Очень по-разному Люди могут приходить И поэтому Уровень романтизма Разный Смотрите У наших опытливых слушателей Он еще меньше От уровня романтизма Скажите Зачем знать Что будет через 5 4 миллиарда лет Человечество будет еще На что вы тратите бюджет Понимаешь Это правильно А я думаю Что астрофизики привыкли К таким вопросам Более того Наверняка у них есть Уже встроенная система Ну как бы объяснить Того на что они тратят бюджет Ну да Начиная от того Что бюджет на самом деле Не такой уж большой Можно сравнить С чем-нибудь другим Поэтому вариант первый ответ Это не бюджет Это смешно Не смешите меня Это первое Ну там Если сравнить Особенно с военным бюджетом Да или даже со спортивным Это первое Во-вторых Все-таки Реально кажется Что не получится развивать Вот выделить Сказать Вот это нужные науки Мы их развиваем Вот это не нужные Мы их не развиваем То есть можно Или развивать науку Или не развивать А там есть своя логика Развития И поэтому Приходится Если угодно Человечеству Заниматься В том числе Астрономией И в том числе Потому что это просто Интересно и бодрит Потому что Все-таки Чтобы у вас Появлялось Новое поколение Ученых Нужно Достаточно рано Людей чем-то Заинтересовывать И это должно быть Что-то с оттенком Романтизма Подожди То есть Прикладного значения У астрофизики Как такового нет? Совсем прямого Такого Узко-узко прикладного Я бы сказал нет Но косвенно Они вполне очевидны То есть Вам Нужны Профессора Просто Им нужно заниматься Какой-то наукой А наукой Они будут заниматься Той какой интересно Это естественно Иначе они не мотивированы Астрофизика Сейчас Это интересная наука Так кстати Было не всегда Астрофизики Вообще Меньше Двухсот лет Сергей Подробнее Потому что Он же вне Нашего контекста Мы по крайней мере В науке Часто обсуждаем Я вот сейчас То, что Сергей сказал Мне это абсолютно понятно А Илья говорит Какой-то наук Зачем нужны профессора Для того, чтобы Повышать качество человека С ним нужно общаться Человек Высокого уровня Мотивированности И качества собственности А знаешь Куда берется Качество человека Из внутренней потребности Чем-то интересоваться Нет Чем-то интересоваться И развиваться внутренне И не важно Что это такое Это попахивает благотворительностью Почему? Ну типа Мы создали специальную науку Чтобы были профессора У меня вот есть такой пример Готовить качественных людей Это не благотворительность Это в том числе экономическая нужда Уже мне самому надоевшая Но тем не менее Если вы хотите Чтобы у вас там Тинейджеры во дворе Не нюхали клеймомент А играли в баскетбол Нужно показывать NBA по телевизору NBA это и есть наука Это страшно Это дороже Вы понимаете Что они там получают Гораздо больше Любого профессора Я как раз понимаю Илюху Может быть Популяризировать Те отрасли науки Которые в куда меньшем промежутке времени Способны продвинуть человечество дальше То есть это куда более прикладное Я зачем Я понимаю Если это интереснее Но бесполезнее Нет Это не мое мнение По мне не слушатели Из чего вот эти вопросы То есть это интересно Но вроде как-то не прикладно совсем Вот апофисом Вы пугаете людей Ну ваш брат Мы как бы наоборот говорим Что все хорошо Нет То есть это вот находится В сфере ваших интересов И в сфере ваших исследований Ну если широко брать То да Вот Это все равно У этого есть некий прикладной Но это нас на самом деле Ничего не учит Что именно То есть ну чуть утрируя Я с уважением отношусь к людям Которые открывают комету Но вот человек открыл комету Это легко рассказывать Это легко показывать Красивая картинка Открыл Всем понятно В этом по большому счету Присловно, что это не первая комета Да, конечно Вот сейчас Их много По большому счету По науке В этом может быть Вообще никакого смысла Потому что Ну это еще одна комета Их таких огромных миллионов Хотя про это легко рассказывать Есть вещи действительно важные Там Как образовывалась Солнечная система Чтобы это понять Нужно изучать другие Экзопланетные системы Нужно было научиться Их открывать А очень трудно поставить Прямо в 19 веке Задачу Научиться открывать Экзопланетные системы Не хватает знаний Нужно очень много Копать вокруг Поэтому да Вот приходится Много руды всякой Вырабатывать То есть фактически Смотрите Наука Она как чтение Пытаясь ответить Этому человеку И Леше тоже Нет Я как раз Есть понимание Нет Да я отвечу Вот если ты читаешь Скажем Ну условного Достоевского Понятно Что прикладно Если ты инженер особенно Тебе это не нужно Ты никогда не встретишь Старца Зосима И так далее Ну ты же читаешь Для чего-то Для самосовершенствования Правильно Для самоуглубления И так далее Ну а почему нельзя Так же к науке относиться Почему обязательно Она должна быть Вот именно Как сказать Прикладная Читаешь Достоевского Пускай там хотя бы Научит тебя собирать торшер Ну хотя в процессе чтения Приложение хотя бы Это же будет идеально Ну конечно А вот я считаю Что не идеально Это глупость Нет Лучшие книги Это инструкции Из Икеи Понимаешь А там и читать есть И какую-то информацию Ты получаешь Шутками Ну по-моему Я же правильно говоришь Мы же такие Причем я бы продолжил Аналогию Что кроме этого Есть еще люди Там редакторы журналов И издательств Которые читали Не только Достоевского А им приходится В работе читать Много там Всякой ерунды Чтобы выявить Где же там Достоевский То есть нам хорошо Мы зашли там В какие-то бестселлеры Начали читать Хотите читать современную Литературу хорошую На русском языке Да Берете лауреата В Букеровской премии К примеру Ну для этого нужно Чтобы кто-то их Отбирал из десятков А тех из сотен А тех из тысяч Потому что пишут Люди гораздо больше Кто-то должен Все это проделать Чтобы наконец Вы могли взять С полки одну книгу И думать Что она гарантированно хорошая Ну что понятно Тебе неизвестно Нам слушатели из Москвы На что тратят бюджет Понятно Сергей его зовут Фамилия на С Почему-то называется Начинается Мы отгадаем друзья Через полторы минуты Кто это нам написал Пока продолжайте писать Свои смски Номер 5533 В начале сообщения Слово «Маяк» Через минуту мы вернемся 18 часов 51 минута Московское время Продолжаем В гостях сегодня Да, конечно продолжаем Сергей Попов Тут просто нам написал Михаил из Как называется Где вот Где ставки делают Из букмекерской конторы Из бюджетной Не знаю Откуда он спрашивает Спросите лучше про Voyager Улетит за Солнечного Или нет Да Хороший вопрос Это действительно такая новость Прошлого года Поскольку Мы тут сегодня не случайно Можно зайти на сайт газеты Троицкий вариант Там как раз такая Двадцатка Главных астрономических Открытий года Просто сегодня появилась Можно зайти посмотреть Как Троицкий вариант Троицкий вариант наука Так вот Действительно очень часто В новостях пишут Что Voyager наконец-то Вылетел за пределы Солнечной системы Это не совсем так Угу Потому что важно правильно Определить Что такое Граница Солнечной системы Так Это интересно Вот представьте Мы летим в космическом корабле Открываем форточку Выкидываем мелкие предметы И смотрим Куда они летят Мое утверждение такое Если предмет Остается спутником Солнца Он находится в Солнечной системе Если он перестает Быть спутником Солнца То по-хорошему Он должен стать спутником Какой-то другой звезды Вы попали в другую систему И граница должна проходить Примерно на половине Расстояния между Солнцем И другими звездами А там как граница проходит То есть нету пространства Таможня космическая И все И нормально Ты сдекларировал Что в звездке Нет Я имею ввиду Что нейтральных вод нет Есть Ну есть Есть там какое-то Нейтральное пространство Когда нет Потому что звезд Больше чем две И они все пытаются Притянуть И возникают области Где силы примерно равны Поэтому там есть Такие промежуточные Области Но тем не менее Характерный размер Солнечной системы Это половина расстояния До ближайших звезд Вот мы думаем Что там сидит облако Орда То есть Я могу сказать Что значит По высоте нашей теории Размер Солнечной системы До 22 года Ну примерно да Потому что до Альфа центра 4 Ну так чтобы никого не подойти Один округлим Для круглости Световой год Примерный размер Солнечной системы Значит ближайшая звезда В двух световых годах Ну там Трех с хвостиком Да С учетом нейтральных вод А ну полтора Ну хорошо Световой год Легко запомниться Там все хорошо Внутри Точно Солнечной системы И так далеко Вояджер конечно Не улетел То есть Вояджер За сколько он летит С 77 года С 77 года 35 лет 35 лет Он еще за 35 лет Не пролетел Один световой год Нет конечно Это страшно далеко А сколько он пролетел Он пролетел Я боюсь соврать Это примерно 100 астрономических единиц Можно посмотреть точнее 100 астрономических единиц До Солнца То есть А я могу сказать В 2,5 раза Дальше чем плотно 100 астрономических единиц Это 800 минут 800 световых минут Да Потому что Пол дня Пол дня То есть вместо годы Он пролетел Пол Пол светового дня За 35 лет Он сейчас принимает Утренний эфир Да 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 Какие же мы жалкие Но Тем не менее Тем не менее Поскольку вопрос хороший Открытие сделано Есть Другое определение Которое Другую специфическую границу Вот например В комнате в этой Может казаться Немножечко жарко А вы видите наружу Там прохладнее Вот есть граница Такой воздух Вот здесь воздух Нашей комнаты Мы здесь надышали Вот В Солнечной системе Дышит Солнце От Солнца Дует солнечный ветер А снаружи Есть межзвездный газ И вот есть граница Где они сталкиваются То есть тот пузырь Который выдувает Солнце Вот Voyager Долетел до его границы А до границы До границы Дыхания Солнца До так называемой Границы гелиосферы И действительно Счетчики частиц Вообще поразительно Что там 35 лет Все работает Это для меня фантастично Счетчики частиц Резко У них изменились Показатели Это вот тоже Такой важный Результат Прошлого года Оказалось Что границы Гелиосферы Устроены гораздо сложнее Чем люди думали раньше Так что А это в неком смысле Если хотите Уже и близко К прикладным значениям А они нет Что близко К прикладным значениям Солнечной системы Мы тут летаем И какое прикладное значение Ну заходите спутник Пустите чуть подальше Понимание излучения Или правления Будет он за границей Гелиосферы Где он с ней столкнется Мало ли зачем По солнечной системе Надо спутник Много кому надо Представьте А не получается ли так Что пока Вот этот Вояджер 35 лет лет летит Мы на земле Своими Земли Исследованиями Достигаем гораздо большего То есть он нам сейчас Мы обгоняем Тот самый сигнал Как и он тихий Сигнал который послал Попов И нам он значит Триумфально Через 35 лет Говорит Оказывается у Гелиосферы Есть границы Мы знаем Уже 20 лет назад открыли Но вот в данном случае Это не так Все таки надо было Прилететь и попробовать То есть если например Вы сейчас пошлете спутник Какой нибудь Близкой экзопланете Только для того Чтобы узнать состав Ее атмосферы То за те там 10 тысяч лет Пока он долетит туда Наверное с помощью Наземных телескопов Которые спрогрессируют Вы это узнаете Но если вы Запустите туда спутник Для чего-то более сложного Там какого-нибудь Харькайн планетного Поймать Если он там есть То это вы с телескопами Наземными не сделаете А такие разработки ведутся Судя по тому Как вы уверенно сказали Это очевидное развитие А где Есть вот некий предел Ну вернее он явно есть Просто где он простирается Вот хотя бы понимать это глупо Все равно не осознаешь это Вот докуда мы еще Где начинается небо Где мы еще не досмотрели Вот где за пределами Этой области Может быть вот нечто Неизвестное Ну во-первых мы не досмотрели Туда где непрозрачно Просто да Во-вторых мы можем Не видеть мелкие детали Вот экзопланеты Мы знаем что есть Да А построить карту поверхности Экзопланеты мы не можем Просто они маленькие Нужны телескопы большего размера Ну и наконец Нам принципиально доступна Для наблюдений Часть вселенной Просто потому что вселенная Имеет конечный возраст Когда-то был большой взрыв И вот если он был 13 миллиардов лет Свет успел пройти 13 миллиардов световых лет Это некая граница Того что мы можем видеть Дальше что-то есть Дальше есть я не знаю Радиостанции На сигнал от них Заведомо до нас не мог дойти Угу Скажите пожалуйста Вот здесь много уже У нас правда не очень много времени Кровь у нас там пошла Нет давайте коротко В режиме Блица Расскажите про современную трактовку Того что такое Тунгусский метеорит Ну видимо все-таки Это небольшая комета Комета все-таки То есть это не Тесла Вряд ли да Не опыт Теслы Так Достоевский Какая может быть Какие произведения на фантастике Книги и фильмы Наиболее близки к реальной астрофизике Владислав хочет создать Так сказать Ну представление в голове Основываясь на На хорошо написанной фантастике Вот есть какая-нибудь Фантастическая книжка Где был Которая в соответствии С теорией современной Очень близка бы была Не могу сказать Не любитель сам Поэтому А вам наверное смешно Читать фантастику Не те эмоции Получаете от нее Как бы фантастику Заменила не научная литература Хорошая художественная Поэтому С этой точки зрения К Брэдбери и Стругацкому Никаких претензий Ведутся ли исследования По созданию космического лифта Реально ли это Я не знаю что значит Владислав Новосибирск Это красивая техническая идея Я не специалист в этой области То есть разработки Безусловно ведутся А что такое Поясните нам в двух словах Идея в том Что у вас Фактически трос От земли до орбиты Околоземной Стациональный спутник И это позволит Очень дешево по нему Туда сюда гонять груз Как волк Я никаких деталей не расскажу Не знаю И полез И кто-то с ножницами Буквально за 10 секунд Полет на Мару В 2023 году Спросительным знаком Денис Интересуется Реальность Я считаю что это Напрасная трата бюджета Это технически Это реальность Но на мой взгляд Да Это бессмысленно А колонизация Большие проекты Сильно затягиваются А как чем Чем людьми Чуть Никто не рвется Построить дачу в Антарктиде Там тоже тяжело И гораздо ближе Ну хорошо Все друзья Прощаемся В заключение Такая смска Апокалиптическая Идет спиральное расширение Галактики Мы на краю И все На этом заканчивается беседа Человеку не слава Спасибо вам большое Сергей Попов Сегодня был с нами До встречи Спасибо До свидания Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Субтитров А.Семкин